Других людей понять очень сложно, потому что, во-первых, мы сами себя не до конца понимаем, во-вторых, в разных ситуациях мы думаем по-разному, ведем себя по-разному, и, соответственно, тоже человек неоднороден в этом смысле. Но и самое главное, это то, что когда мы пытаемся воспроизвести ход мыслей другого человека, мы исходим из своей собственной логики, из своего собственного опыта, из представления о добре и зле собственном. То есть мы ориентируемся на то, что другой человек такой же, как мы, только немножко другой. И вот набор этих обстоятельств приводит к тому, что взаимопонимание между людьми достигается с большим трудом. Даже когда вам рассказывают что-то, и вам кажется это понятным, зачастую вы понимаете сами себя, а не другого человека. Ну, я рекомендую десять раз подумать, прежде чем начать отстаивать свою позицию в беседе с другим человеком. Потому что как только это какое-то боевое действие, да, тут возникает оборонительная реакция. А дальше уже подключаются все наши известные когнитивные искажения, в частности, там, проклятие знаний или так называемая тенденциозность. То есть человек свои аргументы рассматривает как существенные, а аргументы противоположные считает несущественными. И в отстаивании от своего мнения вы можете, в общем, напороться на настоящее сопротивление. Если вы хотите найти общие точки соприкосновения с другим человеком и исходите из этого, тогда у вас есть все шансы на то, чтобы вы договорились. Но это должен быть союзнический жест, а не отстаивание.